В этом видео в Африкат МКЕ мы смоделируем стационарную теплопередачу и посчитаем изменение температуры по толщине многослойной стены. Итак, вот наша 3D-модель. Она состоит из коробочек. Выполним булевое слияние и переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Виннируем сетку конечных элементов. Добавим закрепление. Теперь добавим материалы. Перекрытие добавим бетон V25. Внутреннему и внешнему слою. Назначим штукатурку. Стенки назначим кирпич. А утеплитель у нас будет из пенополистирола. Теперь добавим начальные условия. 293 по Кельвину. Снаружи у нас будет температура 253. А внутри тепловой поток от воздуха. Тоже 293 Кельвина. Теплоотдача воздуха. 9,4 Кельвина. Все готово к расчету. Переходим в Калькуликс. Выбираем термомеханика. Нажимаем записать файл задачи. И запускаем расчет. Вот наши результаты. Появилась температура. Теперь добавим фильтр результатов. Поверхности и поле температуры. И вот мы видим, как будет изменяться температура по толщине нашей многословной стены. Сохраним его как картинку. Для более детального анализа добавим фильтр данной дель-линии. Введем координаты нашей линии. Поверхности и поле температуры. И применить. Вот появилась наша линия. И нажмем создать график. Вот наш график. При температуре 20 градусов по Цельсию и влажности 50 процентов точка росы приблизительно 10 градусов или 283 по Кельвину. По графику эта точка находится у внешней грани стенки. Значит, сопротивление теплопередачи у стенки можно считать достаточным. Сохраним его как картинку. Вот наши результаты. Температурный градиент и график изменения температуры. На этом все. Дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...